Когда-то машины были лужёные, да, это тоже была надёжная защита. И, как я сказал, люди подвергаются фанику, но... Подвижному конвейеру, называемому R.O.D. И снова всем привет! Вы на канале ОНБ. Команда ОНБ практически вся вышла из строя, но немножко собрали мы силы, и всё-таки решил я сделать видео о наболевшей теме её. Давно уже спрашивают, это как же... При ремонте всем известно, что мы портим цинк, снимаем его слой. Как же защитить цинк и оцинкованную деталь? И как нам работать с цветными металлами? Об этом будет чуть позже. А с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Недавно что-то у нас зашёл разговор, вспомнился такой старый смешной анекдот. Возможно, я его где-то уже рассказывал, но повторюсь. В врачебный кабинет заходит мужчина к врачу, говорит, доктор, у меня склероз жутчайший. Говорит, ну а чем это выражается? Как вас зовут? Ивано. Иван. А фамилия? Петров. А отчество? Сидорович. Ну, вот видите, какой же у вас склероз? Пойдёмте, я вам покажу человека, вот у которого действительно склероз. Заходят в туалет, стоит мужчина, чешет голову, брови, подмышками. Он говорит, а что это он делает? Ты, говорит, пописать хочет. Помнит, что в волосах. А забыл где? Ну, а спонсором сегодняшнего показа является компания Юримонтко. Прямо сейчас любой из моих подписчиков Москвы или Санкт-Петербурга может получить в подарок 5000 рублей на ремонт своего автомобиля от портала Юримонтком. Первые 100 человек, которые кликнут по специальной ссылке в описании под видео, зарегистрируются и запишутся на ремонт авто через Юримонтком, получат в подарок 5000 рублей. Ремонтируйтесь и Юримонтком оплатит вам ваши затраты до 5000 рублей. Портал Юримонтком стал активно развиваться в регионы и в скором будущем большой выбор автосервисов будет по всей России. Кроме того, внимание, автосервисы, вы сами можете подключиться к компании Юримонтком, оставить свою заявку на сайте. Ну а москвичи и питерцы, чтобы получить сертификат на 5000 рублей, жмите по ссылке прямо сейчас. Ведь количество подарков ограничено. Когда-то машины были луженые, да, это тоже была надежная защита, надежное покрытие, но это очень дорогостоящий процесс. И сейчас все современные машины практически идут с оцинкованным кузовом. Это сложный процесс. Давайте, наверное, посмотрим отрывочек с National Geographic. Ссылочку на полное видео я дам в описании под видео, вы сможете его потом досмотреть. А пока посмотрим небольшой отрывочек. Когда все секции кузова на месте, автомобиль называют белым кузовом. Этот термин отсылает нас к началу развития автоиндустрии, когда кузов автомобилей вначале покрывали белым грунтом. Это неосладное внимание к деталям было стандартной практикой Роллс-Ройса с момента основания компании. Электропокрытие или E-Coating. Фантом проходит по подвижному конвейеру, называемому AeroDeep, являющегося гибридом автомойки и паркового аттракциона. Машину последовательно погружают в семь химических ванн. При этом конвейер разворачивает кузов на 360 градусов, чтобы гарантировать равномерное покрытие как внутри, так и снаружи. Длина установки больше трех футбольных полей. На ее прохождение машине требуется 45 минут. Ванны покрытия никелем, магнием и фосфатом цинка очищают кузов и наносят основной слой антикоррозийного покрытия под покраску. Как видите, это довольно-таки серьезный процесс и за счет того, что машины опускаются в ванну под электро-всякими химическими воздействиями, у вас каждый миллиметр металла на молекулярном уровне пропитывается цинком и хорошо защищается. То есть после таких обработок машина ходит на Мерседесах сейчас 7 лет, потом начинает, к сожалению, уже гнивать. Но рано или поздно все равно получается так, что либо вы ударили где-то машину, у вас подсорапалась до цинка, либо уже пришло время и у вас открылся цинк. И в любом случае, чтобы произвести правильный и качественный ремонт, вам нужно это выправить, либо вы привариваетесь, либо это споттером, либо обратно молотком, не важно, либо клеевой системой ПДР, абсолютно не важно. Вы наносите риску перед покраской, да? И получается, что бывает так, что вы сносите цинк и у вас остается просто металл. И многих это подвергает в какой-то шок и замешательство, что я снял цинк, все, машине пипец, у меня нету оцинковки, машина быстро придет в негодность. Да, хорошего мало, но... Как я сказал, люди подвергаются фанику, но какой выход? Выходов на самом деле несколько. Это вы можете пролудить, об этом есть много видео на ютубе. Вы можете прооцинковать также в гаражных условиях, домашних, так сказать, условиях. Есть специальные аппараты, об этом тоже куча видео. И я думаю, на моем канале мы тоже это покажем. У нас есть все ингредиенты, все материалы, но хотелось бы вам сказать. Вот это вот протыкивание, ручная оцинковка, да, скорее всего, она, ну, она будет не так эффективна. Потому что есть такие места, где-то под изгибами, где-то еще, где вы просто не попадете и не зацинкуете. Нормально. То есть, сколько ходит такой цинк, тоже мало известно. То есть, надо попробовать, мы проведем испытания, дадим жесткие условия, посмотрим, сколько же такой цинк потянет. Но нам нужно собраться и все-таки сделать это, что-то зацинковать и на испытания выставить. Это будет, но чуть позже. Сейчас не об этом. Либо вот такой способ у вас, либо есть еще способ, как бы он тоже верный. Это обработка грунтами. Ну, конечно же, это не акриловый грунт. А что у нас наиболее защитить может? Да. У нас наиболее защитить может эпоксидный грунт. Почему? Потому что у эпоксидного грунта очень плотная молекулярная структура. Он не пропускает ни влаги, ни воздуха. И поэтому будет являться наиболее надежной защитой, как бы на безрыбье и рак рыба, да, от внешней агрессивной среды. Поэтому, что мы делаем, если мы снесли уже оцинковку? Просто-напросто набиваем рисочку, наносим эпоксидный грунт и сверху на него мы можем через 20-25 минут нанести, не перетирая, акриловый грунт. После чего все это обработать, шпатлевать, что вам там нужно, какие работы делать. Ну и дальше все по схеме. Естественно, если вы уже допустили ржавчину до предела, у вас уже, вы поездили какое-то время, у вас проржавели эти места, то, конечно же, лучше это обработать пескоструем, да. Второй вариант кислотным грунтом, либо цинкарем, после чего также эпоксидным. Кстати, после кислотного грунта на кислотник можно нанести акриловый и эпоксидным уже не покрывать. У кислотного грунта и эпоксидного у них одинаковая структура, очень плотная, такой же сцеп хороший, но кислотник еще имеет в себе в составе кислоту, которая отъедает у вас ржавчину. И еще хотел бы небольшую такую тонкость сказать, да, это по нашим, ну это не по нашим последним наблюдениям, просто мы это не использовали, сейчас все больше это начали использовать. Как бы по идее наносится краскопультом, да, эпоксидный кислотный грунт, но где и когда мы его наносим? Мы его наносим, как я уже и показал, на те места, где у нас уже поврежден металл, это раковины, это какие-то неровности, и получается, что краскопультом мы не всегда можем нанести слой, который у вас попадет во все щелочки, во все поры, да, где-то может просто выдалось и пора не залилась. С кислотником, поэтому я бы советовал, как Павлихин это делает, мы тоже попробовали, нам понравилось, наносить кисточкой. Наносишь кисточкой, прям ворсом втираешь, вы хорошо втираете материал, он у вас попадает уже точно везде. После чего уже немножко подсушили и наносим акриловый грунт. То есть советую просто, кисточкой никого не слушайте, не слушайте супермастеров, там все скажут, да он гонит, попробуйте, попробуйте, никто вам руки не ломает, если боитесь на машине, попробуйте на какой-нибудь запчасти. И я уверен, будет вам счастье, вы увидите разницу в этом. Я думаю, Павлихин может подключиться, тоже объяснить, можете зайти к нему на канал, Сергей Павлихин, и просто посмотреть. Там многие вещи он эпоксидник наносит кисточкой, и довольно-таки хорошо себя проявила эта технология, мне нравится. Так вы защитите надежно свой автомобиль. Ну а с цветными металлами то же самое, то есть советую вам чаще прибегать к эпоксидному грунту, то есть первый грунт нанести эпоксидный, он вам даст более хорошую пленочку плотную, также он даст вам хорошее прилипание, после чего на него вы уже покроете акриловыми, акриловый тоже у вас будет хорошо держаться. То есть если вы все эти моменты будете соблюдать, какой способ вам ближе, я не знаю, какой ближе, таким и пользуйтесь, да, по оцинковке я еще обещаю вам провести видео, но чуть это будет попозже. На сегодня все, надеюсь информация была полезной, не забываем поставить лайк. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, ну и конечно же добра и бабла, правильно.